Привет, мои осознанные зрители! Если вы зашли посмотреть это видео, я уверена, вы именно такие. Каждый слышал про экологические проблемы, про горы пластика в мировом океане. А слышал ли кто-то из вас про восточный мусорный континент? Страшно или не очень? Для тех, кто реально не понимает, что он такого плохого делает для экологии, и считает, что разумное потребление, экологический образ жизни — это такой же какой-то новомодный тренд, как рваные джинсы или белковая диета, и действительно не понимает, что же он такого плохого делает для экологии, но давайте разберемся и посмотрим на обычный день обычного человека. Вы проснулись, почистили зубы пластиковой щеткой, протерли лицо тоником хлопковым ватным диском, ели на завтрак, возможно, кашу, возможно, авокадо, который часто продается на такой пенной подложке, обмотанной полиэтиленом. Всей семьей допили бутылку молока, съели, возможно, еще какой-то йогурт или что-либо еще другое. Затем по дороге на работу или в перерыве в работе вы зашли в какой-то кафе и купили себе стаканчик кофе, и, конечно, для удобства попросили крышечку и палочку. И, кстати, стаканчик этот для кофе хоть и выглядит бумажным, на самом деле в него все равно добавляют полиэтилен, пластик для того, чтобы он был более прочный. После работы вы заехали в супермаркет, где купили продукты, купили фрукты для своей семьи, купили овощи, зелень, все это тщательно упаковали по пакетикам, купили кучу продуктов в пластиковой упаковке, обязательно молочко, кефирчик, газировку в бутылках. Ну и, конечно же, на кассе сложили все это в большой пакет, который там предлагают. Приехав домой, вы поели, попили, сложили весь свой мусор в мусорный пакет, который тоже купили. Ну что, давайте подведем итоги нашего замечательного дня. Зубная щетка, которую мы меняем раз в несколько месяцев. Ватный диск, который делается из хлопка, который вообще невозможно вторично переработать. Отара от продуктов на завтрак. Бутылка из-под молока или еще чего-либо другого. Стаканчик для кофе, палочка к нему и крышечка. Также ваши покупки в супермаркете. Опять очередная порция бутылочек, баночек и пакетов. Мусорный пакет. Ну и что? Кучка такая получается неплохая, согласны? И это все мы с вами произвели за день. А природе, чтобы это переработать и переварить, нужно не одно столетие. Как не стараются экологи бить тревогу, пугать нас глобальным потеплением, говорить о мусорных свалках, которые разрастаются и занимают огромные территории, о загрязнении мирового океана, о нерациональном потреблении невосполняемых ресурсов, таких как вода. На мой взгляд, очевидно одно. Много говорят о проблеме, но мало говорят обычным людям, как эти проблемы решать. И из-за непросвещенности населения экологическая ситуация только усугубляется. Также человек так устроен, что если как он думает, его это пока не касается, мусор вроде бы вывозится, вода с крана течет, и пока на данный момент никаких проблем я не вижу, то зачем что-то делать? Каждый думает о своих обыденных вещах, как заплатить за ипотеку, как прокормить семью, как там выучить ребенка. И о проблемах экологии, повторюсь, подумаем завтра, но, к сожалению, то, о чем мы хотим подумать завтра, случилось еще вчера. В мировом океане плавают целые острова мусора. Полигоны разрастаются, занимая огромные территории нашей земли. О запасе пресной воды я вообще молчу. И самое странное, знаете, что поражает лично меня, это то, что многие обвиняют государство. Или кого-то другого. Мол, мало мусорных баков на улице. Не везде введена сортировка мусора. Не везде есть контейнеры, которые на переработку принимают сортируемый мусор. И третье, пятое, десятое. Ну, конечно, так проще переложить ответственность на кого-то другого, не брать ее на себя. Чтобы снять такое видео, нужно очень подготовиться, изучить вопрос, много интересоваться этой темой, читать, углубляться в это, чтобы действительно сделать информативный, интересный контент для вас. И поэтому я долго скажу вам, морально даже шла к этому видео, потому что тема действительно серьезная. Хотелось бы мне как-то о своем видео, пользуясь возможностью, что у меня есть свой канал, донести до людей какую-то на самом деле очень простую, элементарную информацию. Но повторюсь, о чем говорила выше, из-за непросвещенности, из-за того, что нам мало действительно говорят, что мы можем делать, люди просто не знают, как по-другому. И поэтому я вам расскажу на своем опыте, на примере опыта в своей семье, как же мы стараемся вести этот так называемый экологический образ жизни. Скажу сразу, я не придерживаюсь движения Zero Waste, к сожалению, наверное. Кто не знает, сторонники этого движения это люди такие вот радикальные минималисты, которые вообще ничего не покупают лишнего, избегают всяческой пластиковой, полиэтиленовой тары, пакетов, упаковок, покупают продукты на рынках, где можно взвесить и упаковать продукты в тканевые многоразовые мешочки, то есть не используют полиэтилен. Женщины, которые придерживаются этого движения, они не используют одноразовые средства гигиены. Вы понимаете, о чем я. Скажу вам по своему опыту, экологический такой вот правильный, с точки зрения экологии, образ жизни, это не так просто. Но когда ты начинаешь применять это в жизни, всю полученную информацию как-то сопоставлять с реальностью, которая есть в нашей стране и в других странах, как-то становится сложновато. И в этой теме очень много противоречий. Например, пластиковая зубная щетка, это плохо. И многие сторонники экологичного движения предлагают нам использовать, например, бамбуковую зубную щетку. Но бамбуковая зубная щетка, это делается из бамбукового волокна. И для производства таких изделий нужно тоже вырубывать бамбуковые рощи, бамбуковые леса, не так ли? Также и с полиэтиленовыми пакетами. Всем очевидно, все знают, что полиэтиленовый пакет это плохо, это ужасно. Мы просто ужасно ими загрязнили нашу планету, от них нужно отказываться, это страшное зло. И предлагают использовать сумку шоппер, тканевую, многоразовую. И тут же другие сторонники мнения такого говорят, что сумка шоппер это тоже плохо, потому что она делается из ткани. На производство таких изделий затрачивается очень много ресурсов, очень много воды и так далее, что сумка шоппер это тоже плохо. Но, как известно, истина где-то посередине. Если рационально, правильно изучив вопрос, ко всему подходить, и продуманно рационально использовать ресурсы, совершать свои покупки, то все же как-то можно уловить этот баланс. На данный момент, на мой взгляд, есть две проблемы. Первая — это нерациональное использование невосполнимых ресурсов планеты. И вторая проблема — это отсутствие правильной утилизации, правильной переработки уже готовых изделий и мусора, который мы с вами произвели. И сейчас я вам озвучу 8 пунктов. Это пункты, которых придерживаюсь я сама и моя семья. И поверьте, каждый из вас тоже так сможет. Первый пункт — это утилизация батареек. Одна батарейка, задумайтесь на секундочку, загрязняет до 20 квадратных метров нашей земли и до 400 литров воды. Батарейка, находясь на свалке, в земле, выделяет такие металлы опасные, как ртуть, никель, свинец, которые загрязняют нашу почву, загрязняют грунтовые воды. Из-за этих грунтовых вод вода попадает и в реки, и в нашу питьевую воду, так или иначе, и в атмосферу, и в воздух. Поэтому мы в моей семье делаем так. У нас есть баночка специальная, куда мы складываем батарейки. И когда она переполняется, мы просто идем и относим их на утилизацию. Сейчас, в принципе, в любом городе, даже не в самом крупном, в торговом центре есть такие урны, где принимают батарейки. Если вы об этом не знаете, узнайте, загуглите. Например, в крупных городах в каждом торговом центре есть такие урны, в той же Икеа, в каких-то сетевых крупных магазинах. Второй пункт тоже элементарный, но приходится о нем говорить, потому что сама живу в коттеджном поселке и сама вижу нарушителей этого пункта. И пункт этот звучит так. Мы не жгем пластик и резину в кострах. Это особенно касается жителей домов, частного сектора, со своим двором, дачников и всех любителей пожечь костры. Кто не знает, сжечь пластик и резину это очень вредно для экологии, для нашего воздуха и для вас самих. Этот едкий удушающий дым пропитывает и вас, и ваши дома, и окружающих вас соседей. При сжигании ПВХ выделяется опасный газ, фазген он называется, который еще известен как токсический удушающий газ. Также во время горения пластика выделяется опасное вещество диоксин, который накапливается в вашем организме. Он не выводится. И в конечном итоге это может привести к онкологическим заболеваниям, астме. Третий пункт это разумное потребление воды и электроэнергии. Все эти правила элементарны и их может делать каждый из нас. Выключайте воду, пока вы чистите зубы. Также можно выключать воду, пока вы там тряпочкой намываете, чистите посуду, наносите, моющее средство на нее. Вода просто течет. Возьмите за привычку выключать водичку в это время. И вот прочие такие ритуалы ежедневные, которые мы с вами делаем. Также важный момент это использование смесителей с аэратором. Сейчас практически все смесители снабжаются аэратором. Это специальное нехитрое устройство. И такие краны, такие смесители, они стоят не намного дороже обычных. Поэтому, пожалуйста, пересмотрите и углубитесь в эту тему. Изучите, почему это так важно. Аэратор это такое устройство, которое помогает нам с маленьким напором воды получить очень хорошую, такую пушистую струю. То есть, вам не нужно включать смеситель на все, чтобы получить хороший напор воды. Достаточно сделать это чуть-чуть, и с помощью аэратора у вас классная струя, которую вы можете качественно там помыть посуду или что вы там делаете. Например, в Икеа есть такие смесители. В принципе, все продвинутые компании, марки, которые занимаются сантехникой, они сейчас предлагают смесители, которые снабжены этим аэратором. Если опираться на данные из Икеа, например, потому что у меня икеевские смесители такого плана, то использование крана с аэратором экономит 10 литров воды в минуту. То есть, если у вас минуту что-то набирается, течет, или вы купаетесь, или что-то еще вы делаете, то у вас минуту 10 литров воды экономится, благодаря тому, что вы, повторюсь, получаете эффективный напор при малом расходе воды. Следующий момент – это разумное потребление электричества. И уверена, многие скажут, ну, понятно, вода, вода согласна, вода – это невосполняемый ресурс планеты, чистой пресной воды осталось очень мало, ее нужно беречь. Ну, а что электричество? Электричество – это же возобновляемый ресурс. Но здесь тоже не все так просто. Ту электроэнергию, которую мы используем, она вырабатывается в основном от атомных электростанций. Слава богу, что уже практически все отказываются от ТЭС тепловых электростанций, которые вообще ужасно губительны для экологии, которые на нефтепродуктах работают. Уже практически таких не строят. Строят атомные электростанции. И при том, при всем, что энергетики уверяют нас, что для экологии атомная электростанция минимально наносит ущерба, все равно такие АЭС выделяют радионуклиды, которые тоже попадают в воздух, попадают в почву, в воду. И они тоже обладают накопительным действием. Поэтому, если мы будем потреблять меньше электричества, то атомным электростанциям нужно будет меньше его вырабатывать. И, соответственно, мы снизим нагрузку на экологию. Поэтому каждый из нас сможет делать элементарные вещи. Выключать свет, когда мы выходим из комнаты. Использовать диодные лампочки. Экономно используем электроприборы. При покупке электроприборов смотрим на класс потребления. Он, конечно же, должен быть наивысший. Четвертый пункт. Это экологичная бытовая химия. Я думаю, что только ленивый не слышал о том, что классическая бытовая химия, вот эта термоядерная, которой мы привыкли мыть унитазы, и свои ванны, душевые кабины, она вредная и для нас, и для экологии. И главный враг этой бытовой химии, помимо хлора, это фосфаты. И главная проблема в этом, это то, что фосфаты загрязняют воды, они попадают из наших канализаций в водоемы, негативным образом меняют состав и баланс воды, что вызывает цветение воды. Начинают развиваться в обильном количестве разные водоросли, ненужные в таком объеме. Они также потребляют много кислорода в воде, вот эти ненужные растения. Из-за этого вымирает рыба, что в свою очередь, как по цепочке, идет к экологической катастрофе. Также эти фосфаты накапливаются в одежде, которую мы стираем, порошками, на посуде, которую мы моем в посудомойке, потому что главным образом фосфаты содержатся в стиральных порошках и в средствах для посудомоек. Они не вымываются обычным ополаскиванием, мы еще это и кушаем со своих тарелок. Фосфаты также наносят вред нашему организму, они вызывают аллергии, всякие аллергические, связанные с этим, реакции, раздражение кожи, особенно у детей. Поэтому нормальный, рациональный, здравый, экологичный путь это стараться использовать в своем доме экологические средства, экологическую, бытовую химию. Сейчас, слава богу, на рынке очень много предложено вариантов, и когда они только стали появляться, я сама сразу начала их пробовать и заметила, что они не настолько эффективные, как вот эти термоядерные, к которым мы привыкли. Я так отметила для себя, что они недостаточно хорошо моют, но со временем все-таки производители стали улучшать эти средства, стали работать над их составами, и сейчас я могу ответственно заявить, что я практически полностью перешла на экологические средства, я вам буду вставлять фотографии, это все мои фото, мои средства, которыми я пользуюсь, и они довольно-таки эффективны, ничем не уступают. И до последнего времени я держала, так сказать, оборону в плане унитаза и ванной комнаты, потому что, правда, пока экологичные средства, ну, не настолько эффективные, и вот недавно совсем я даже увидела, что доместос уже стал тоже эко с приставкой, и вместо привычного хлора там используется какая-то уксусная кислота, то есть природный компонент, и там упаковка сама этого доместоса, она из перерабатываемого материала, то есть обращайте внимание на состав, не должно быть в составе фосфатов, не должно быть очень сильных там каких-то павов термоядерных, желательно отказаться от хлора, и смотрите на упаковку, например, порошки, которые я выбираю, и средства для посудомойки, это не реклама, мне очень нравится марка Биомио, у них практически все в картонных упаковочках таких, то есть вы средства попользовали, потом картонную упаковку утилизировали, и вообще никакого вреда экологии не нанесли, также есть еще у нас разные в России представлены марки под другими названиями, тоже неплохие, там на фото увидите, какими я пользуюсь, а в Европе это вообще изобилие этих средств, в Европе, я думаю, вообще уже люди давно перешли, у нас пока я вижу по корзинам супермаркете, что покупают люди, пока, конечно, печально все, пятый пункт, это полиэтиленовые пакеты и прочая товарная упаковка, и, соответственно, неправильная утилизация вот этих вещей, ну, нового про пакеты полиэтиленовые я вам, наверное, не скажу, все знают, насколько они ужасны, все знают, насколько это плохо, все давно нам говорят, что нужно от них отказываться, это страшное зло, разлагается такой пакет от 100 до 300 лет, и поэтому, как я уже говорила, нам предлагают использовать сумки-шоперы, или же сейчас меня, что очень радует, есть тенденция к экологическим пакетам, у меня тут есть для вас реквизит, то, что я с чем сталкиваюсь сама, вот, например, магазин Лента предлагает нам вот такой биоразлагаемый пакет, он утилизируется вместе с органическими отходами, безопасен для окружающей среды, и пригоден даже для компостирования, да, такие пакеты стоят дороже, если обычный пакет полиэтиленовый стоит у нас там 3-6 рублей, то такой стоит 10-15, но мне для экологии ничего не жаль, если мне все-таки приходится покупать такой пакет, то я выберу экологичный, также магазин на шан, я думаю, все уже видели вот эти зеленые пакеты, вот такие с синей надписью, они, к сожалению, пока полиэтиленовыми остаются, но шан используют на 40% переработанный пластик для производства этого пакета, и еще собирают какую-то денежку с продажи этого пакета в какой-то фонд, поэтому, в принципе, ну, как вариант тоже неплохо, хотя он не разлагается, его также надо качественно правильно утилизировать, ну, и давайте поподробнее о сумочках-шоперах. У меня есть вот такие две, вот эта сумочка у меня вообще очень старая, и ей уже где-то 10 лет, я ее еще покупала в Вене в путешествии, и она со мной вот эти годы, и она, в принципе, немножечко, конечно, порвалась, но все равно я ее ношу, и пока расставаться с ней не собираюсь, и вторая сумка вот такая, это мне подарила подружка, она из Икеа, я не знаю, где она ее взяла, такие сумки выпускали в честь 20-летия в России, то есть, по-моему, в прошлом году это было, и она мне подарила такую сумочку, вот, и у меня еще есть парочку в машине, и, в общем, у нас они раскиданы, распиханы в машине, в коридоре, чтобы, когда выходить из дома, их брать, у нас их довольно-таки много, и что из этого следует, стараемся как можно меньше покупать полиэтиленовых пакетов, если все-таки вам приходится это делать, отдавайте предпочтение в пользу экологических пакетов, а желательно пользоваться сумками-шопперами и рационально тоже к этому подходить, да, действительно, как я говорила в начале, на изготовление таких сумок тратятся большие ресурсы, но старайтесь как можно более бережно относиться к ним, как можно дольше, чтобы они у вас прослужили, и вы потом ее еще и сдали на переработку, и, в общем, вы будете вообще молодцы тогда, и также пару слов о мусорных пакетах, постарайтесь, если вы уже купили обычный пакет в супермаркете, использовать его еще для чего-то, что-то в нем поносить, а потом еще использовать как мусорный, а если вы еще при этом используете какие-нибудь разлагаемые экологические, вы вообще умнички, но если все это как-то затруднительно для вас, то сейчас на рынке у нас, по крайней мере в России, не так давно стали появляться био-пакеты, они абсолютно разлагаемые, то есть они здесь разлагаются на экологически безопасной составляющей вода, углекислый газ и гумус, срок разложения такого пакета 3 года, в отличие от разложения, распада обычного пакета, который длится 100 лет, то есть да, к сожалению, эти все средства стоят намного дороже, вот эти все пакеты, экологичные средства, я это хотела сказать, но как-то мне кажется, что каждый из нас не должен на этом экономить, это будущее нашей планеты, наших детей, если взять по России, например, то упаковка таких пакетов порядка 150 рублей, обычные пакеты такой же конфигурации стоят в 2, а то и в 3 раза дешевле, ну, такие пока реалии, и также в этом пункте хочу уделить внимание упаковочному материалу в супермаркетах, упаковок из магазинов, старайтесь отдавать предпочтение продуктам, которые продаются не на вот этих пенных подложках, обмотанной полиэтиленом, старайтесь отдавать предпочтение весовым, развесным продуктам, и причем на крупные продукты можно вообще не брать пакет, например, связку бананов или тот же авокадо, можно взвесить и на него наклеить вот эту наклейку для оплаты на кассе со штрих-кодом без использования пакета, вот, например, опять-таки сегодняшний реквизит подготовленный, вчера я купила капусту, чтобы сварить борщик, и я вот так на нее наклеила сразу, к сожалению, полностью отказаться от пластиковой упаковки невозможно, и я тоже пью молоко, я тоже покупаю пластиковые бутылки, к сожалению, пока сами производители нам это навязывают, и вынуждают нас к покупке вот этих вот товаров в такой упаковке. Что остается нам? Нам остается как можно меньше ее покупать, и уж если мы купили, то ее вторично утилизировать, отправить на вторичную переработку такие материалы. Что для этого делаем? Я, например, мою, если у вас из-под продуктов каких-то тара, например, из-под молока бутылка там или что-то еще, я это мою, сушу, прессую хорошенько, и у нас дома есть контейнеры для сортировки, кстати, Икея предлагает удобное решение для этого, у них такие длинные контейнеры для сортировки мусора, у нас промаркировано, у нас несколько контейнеров для пластиковых бутылок, для стекла, для упаковочного материала, для картона и всех вот этих древесных, деревянных изделий, и мы все это утилизируем. куда спросите вы, да, расскажи же нам, куда. Да, в крупных городах все с этим проще, в Москве, в Санкт-Петербурге, там, прямо там, где люди живут, собственно, где жилые комплексы, у них там уже контейнеры для сортировки, и все подписано, промаркировано, там все, в принципе, проще. В регионах пока немножечко мы отстаем все-таки от наших столиц, в Европе, я знаю, ситуация лучше, там это в обязательном порядке, к сожалению, ситуация пока далека от этого, и все держится на нашем энтузиазме, но так обычно всегда и бывает, и это тоже неплохо, если начинать с себя, то другие тоже подтянутся. Мы утилизируем мусор, когда мы накопили в контейнеры полные вот этим вот мусором, мы отвозим его в ближайшие, как говорится, места, куда это можно сделать. Ближайшее ко мне, где я живу, это Мега, это Икеа. В Меге, в Икеа есть специальный такой с вот этими гигантскими контейнерами, в которых подписано, куда вы выбрасываете бутылки, куда вы выбрасываете упаковочный материал, куда вы выбрасываете стекло, там все это подписано, вы видите, куда вам что нужно выбросить, вы все это заранее отсортировав, выбрасываете, все это отправляется на переработку, не на свалку, не на почву, не на полигоны, гнить и выделять токсические вещества, все это переработается, из этого сделают стулья, одежду, посуду и так далее. И последний момент, это стеклянная тара, стеклянная упаковка. С этим, конечно, все немножечко посложнее. Вроде бы все понимают, и для всех очевидно, что стеклянная тара, это как бы вроде бы хорошо, да. Даже если мы ее там выбросим, по крайней мере стекло, оно экологичное, оно не загрязнит окружающую среду, вроде бы все так. Но тут вопрос немножко с другой стороны. На изготовление, на производство стеклянной тары затрачивается очень много ресурсов природных. Поэтому тут немножко двоякая ситуация. Поэтому я для себя решила, что я все-таки буду избегать как-то стеклянную упаковку, буду как-то стараться отказываться от нее. И я даже уже предогадываю и заведомо знаю, что многие скажут, зачем говорить о том, что не надо покупать пакеты, не надо покупать тару там и так далее, какую-то пластиковую, если она уже лежит на полках, если куплю ее не я, а кто-то другой, ее уже все равно производитель произвел, какая разница. Но расскажу вам, друзья, всю эту подноготную. Все немножко не так происходит. Любой производитель, любой тары, пластиковых пакетов полиэтиленовых или чего-либо еще, каких-то там игрушек, косметики, парфюмерии, мебели, всего чего угодно, любой производитель, он опирается на статистические данные своих продаж. И если производитель видит, что спрос на полиэтиленовые пакеты снизился, он снизит и их производство. То есть зачем он подумает, так, мои пакеты перестали брать, да, я не покупаю пакеты, еще тысячи, миллионы людей их не покупают. Производитель видит в каждом городе, да, например, что, ага, что-то спрос снизился, а у меня-то целый склад этих пакетов, и куда ж мне их девать, а я вам заплатил сколько зарплат, сколько электроэнергии, сколько налогов и все-все-все, зачем же я это буду делать, мне, значит, нужно сокращать свое производство. То есть вы поняли, как это работает? И также касательно всего остального. Поэтому если мы с вами будем меньше покупать их, их будут меньше производить, и таким образом наша планета станет чище. Шестой пункт. Одежда. Это очень обширная тема, на которую я могу говорить часами, про которую я могу рассказывать, наверное, просто неограниченное количество времени. Я очень так плотно интересуюсь вообще модой, одеждой и вот этой всей индустрии, поэтому много чего могу рассказать. Но для себя я выделяю три главных таких момента относительно одежды. Первое – это целесообразность покупки одежды. Второе – аккуратная, правильная, бережная носка и правильный уход. И третье – это утилизация текстиля. И под первым пунктом, под целесообразностью я понимаю то, что сейчас мир потребления, сейчас индустрия, вот такая фаст фэшн, очень много выпускается одежды, глобальные корпорации владеют мировыми компаниями по производству одежды, особенно масс-маркет. И поэтому сейчас мир такой, что все вот так вот нам навязывают, покупать, искусственно все это как-то накручивают. Мода, сейчас модно то, завтра другое. И что самое страшное, что обратите внимание, например, футболка, она стоит недорого, например, 500 рублей, 1000, разные бывают футболки. А вот ее может позволить каждый, и школьник, и подросток, и пенсионер, любой, любая категория возрастная может позволить себе этот товар. А, например, стоматологические услуги, страховка, путешествия, какие-то действительно дорогие вещи, недвижимость, могут позволить себе далеко не каждый. Потому что такой мир. Потому что производить футболку выгодно производителям, этим глобальным корпорациям. Они используют огромные ресурсы планеты. Вы знаете, подумайте даже о том, сколько нужно литров, сотен литров воды, чтобы произвести одни джинсы, почитать, углубить в эту тему. Я сейчас не буду останавливаться много на этом. То есть глобальные корпорации просто качают все с планеты, зарабатывают деньги, потому что это проще, продавая нам какой-то вот фаст фэшн, навязанные тренды в большом количестве и по доступной цене. А то, что действительно важно, ценно, обычный человек позволить себе не может. Поэтому я для себя вывела такой вот момент, это действительно рациональность покупки. Сейчас очень много говорят о базовом гардеробе, о том, что нужно иметь небольшой гардероб, но который из качественных, хороших вещей, который прослужит вам долго. И базовый гардероб это тот гардероб, который быстро не выходит из моды. И когда у вас есть какой-то грамотно составленный гардероб, вы уже не будете бегать каждый месяц за какими-то новыми покупками и открывая шкаф с ужасом думать, что, ой, мне нечего одеть. Да, таких очень много людей. И скажу вам, как бы, да, это немножко тематика другого видео, наверное, что подумайте, правильно ли у вас составлен гардероб. Углубитесь в эту тему, почитайте, посмотрите видео, их сейчас много, что такое базовый гардероб и как грамотно составить его, чтобы не покупать очередные какие-то вещи, которые вы выбросите через полгода. Они станут немодны, неактуальны. А тем не менее, на эту шмотку затрачено много ресурсов и ваших денег, и вы ее еще и куда-то выбросите. Поэтому так делать нельзя. Подумайте насчет целесообразности. Действительно ли вам это нужно? Действительно это необходимо? А будьте ли вы это носители? Это только на один раз. То есть вот первый момент про это. Второй момент. Если вы все-таки купили вещи, все покупают вещи, я их тоже покупаю, никто не святой, если вы все-таки купили, относитесь бережно. Относитесь к этому как к ценности. На изготовление вашей футболочки затрачено много ресурсов, много электроэнергии, много воды. Поэтому относитесь к ней вот как к ювелирному украшению. Носите бережно. Старайтесь пользоваться грамотно бытовой химией. Соблюдайте режимы стирки, режимы глажки, чтобы ваша вещь как можно дольше вам прослужила, и вам не нужно было, да, там, ой, что-то там я не так погладил или там постирал белое с черным, пойду куплю новую футболку, да. То есть чтобы этого не было, постарайтесь как можно дольше проносить вашу вещь. Ну и конечно же, когда она выйдет из строя, это все равно рано или поздно случится, сдайте ее на вторичную переработку. Я уже в одном из своих видео рассказывала про то, что многие марки, одежды, есть и пункты приема текстильных вещей, и, например, та же компания H&M в магазинах принимает на вторичную переработку текстиль и вещи. Вы можете сдать пакет вещей, еще и получите за это купончик со скидкой. И из ваших вещей сделают тоже вещи, там тот же H&M. По этой причине очень модно среди осознанных людей, среди людей, которые действительно понимают глобальность проблемы, очень модно и актуальны секонд-хенды. Я знаю много своих знакомых и причем людей очень обеспеченных, которые покупают там вещи. Особенно люди, которые ездят путешествовать, ездят за границу, они прямо делают целые туры по этим секонд-хендам, ищут классную винтажную одежду. То есть вы даете вещам вторую жизнь, вы покупаете вещи, которые уже кто-то поносил, поносите вы их. Часто в секонд-хенде, кстати, новые вещи. То есть вы им даете вторую жизнь, и это здорово. Не идете, не покупаете, не выручаете глобальные корпорации, не стимулируете их производить новое, снижаете им статистику, донашиваете другие вещи. То есть это очень грамотно, очень рационально. И, кстати, я не чураю с того, что я тоже иногда захожу в секонд-хенд и тоже охочусь за винтажными вещами, и тоже люблю барахолки, ничего не вижу в этом постыдного. Седьмой пункт – это елки. Недавно прошли наши всеми любимые новогодние праздники и оставили за собой кладбище наших любимых елочек. Я скажу вам так, мое отношение к вырубке елок и к покупке настоящей елочки на Новый год крайне негативное. Я сейчас не хочу развивать эту тему, не хочу никого обидеть. У меня очень радикальное мнение в этом отношении. Вообще не понимаю, как можно срубить дерево для того, чтобы порадоваться, поводить хороводы две недели, и потом его просто выбросить за ненадобностью. Для меня это кощунство, это преступление. Но сейчас не об этом. Я вижу вариант для себя – это покупка только искусственной елки. И в свое время я и родителей своих приучила к этому. Ему еще больше 10 лет назад мы купили им искусственную елку. И она до сих пор жива, до сих пор они ей пользуются. И в этом году она тоже у них до сих пор стоит. То есть я вижу выход грамотный из этой ситуации – это только покупка искусственных елок. Да, это пластик. Да, в елке ПВХ, понятно. Но вы же-то ее не выбросите. Вы же ее не будете жечь на костре. Она у вас будет очень-очень долго. И если даже она выйдет из строя, вы ее утилизируете. То есть мне кажется, что для экологии это гораздо более правильно и гуманно с точки зрения вообще отношения к природе. Как можно вырубить дерево, чтобы просто украсить игрушками, а потом его выкинуть. Для меня это вообще непонятно. Когда я где-то после Старого Нового Года еду по городу и вижу просто кладбище вот этих выброшенных сосенок, елочек, мне это доставляет ужасно негативные эмоции. Просто у меня слезы на глаза наворачиваются. У меня внутри злость и гнев на человечество. Я не понимаю, почему люди так делают. Также многие скажут, это же специально выращенные елочки. Их специально в питомниках выращивают. Они специально для этого растут. Да, отчасти это так. Я с вами согласна. Но все равно срубить дерево это ужасно. И не все на самом деле так правдиво, как вы думаете. Браконьеров никто не отменял. Ежегодно лесная охрана ловит этих браконьеров, которые вырубывают елки с лесов. Часто насаживают новые насаждения, новые леса. И просто браконьеры вырубывают это все и продают это под видом и с документами, что это выращено специально. На самом деле не все так честно, как вам кажется. И когда вы покупаете каждый год настоящие елки, вы стимулируете опять-таки этих же браконьеров и эти питомники насаживать эти деревья, вырубывать их. Я вообще не понимаю, зачем это делать. Но я же говорю, сейчас не об этом. Поэтому даже если вы купили уже такую елочку, то хотя бы грамотно утилизируйте ее. Не нужно ее возле мусорных контейнеров выкидывать. Дайте, как говорится, вторую жизнь этому дереву. Ее можно сдать на переработку. Во многих городах, я думаю, практически во всех, крупных так тем более. У нас в Ростове сама видела в мегапарке, в торговом центре есть специальная площадочка такая, где можно сдать эту елку. Из этих елочек их перерабатывают, из них делают и МДФ материал. Их перерабатывают, используют как подстилку, стружку для зоопарковых животных. Также из них делают вот эти вот гранулы для наполнителей, для туалетов для домашних животных. Также некоторые зоопарки принимают вот такие вот елочки, которые люди уже хотят выбросить, принимают их на корм животным. Некоторые виды животных, альпаки, козлики, они любят эту хвою кушать. Поэтому, пожалуйста, если уж вы покупаете, вы уж, пожалуйста, не выбрасывайте ее на улицах, а дайте вторую жизнь этому дереву, чтобы, как говорится, мы научились грамотно, рационально ресурсы планеты использовать. Потому что это дерево росло, оно тоже пило водичку из почвы, оно тоже использовало ресурсы, вещества питательные для своего роста. Так давайте уж как-то грамотно тогда дадим ему вторую жизнь, и максимально уже ресурсы планеты грамотно израсходуем. И последний, восьмой пункт, он является подытоживающим ко всем вышеперечисленным. Этот пункт называется «Разумные покупки». Пересмотрите, сколько ненужного вы покупаете. Те же самые игрушки деткам. Сейчас очень много недорогих китайских игрушек, которые просто по сути хлам. Вы покупаете, да, вы хотите порадовать своего ребенка, как-то себе сделать приятно, что вы как бы дарите что-то своему ребенку. Но эти игрушки низкого качества, как правило, из не всегда хорошего пластика даже. Иногда даже токсичного были такие прецеденты. Ребенок сломает эту игрушку у вас за один день. В итоге, если вам жалко, вы не выбрасываете сразу, окопите эту свалку дома, потом все-таки вам надоедает это дело, и вы все это куда-то выкидываете. Хорошо, если утилизируете в умничке, но не всегда так, да, как мы все знаем. И поэтому вы стимулируете, покупая вот этот хлам, вы стимулируете производителя еще больше делать этих игрушек. В общем-то, это, конечно, пункт очень спорный. Он не все готовы к этому, не все еще согласны с тем, что почему я должен что-то меньше покупать, если я хочу. Но, к сожалению, уже, повторюсь, пришло время нам задуматься об этом. Иррационально делать покупки. Пересмотрите все товары, которые вы покупаете. Возможно, вы сможете найти какую-то альтернативу тому товару, к которому вы привыкли, но в менее вредной упаковке, в более экологичной. Вот, например, на своем примере могу сказать то, что я отказалась от геля для душа и от использования жидкого мыла. Я использую обычное кусковое мыло, которое, как правило, продается в бумажной упаковке. Да, действительно, в каждой семье могут возникнуть трудности с введением экологических вот этих канонов. У меня в семье, например, тоже иногда какие-то бывают такие столкновения в плане того, что я, например, говорю, я могу без жидкого мыла, муж пока как-то так не согласен. То есть ему удобно, плюс ребенок, конечно, удобнее, да, там, ребенку ручки помыть жидким мылом. Все это понятно. Но начните с себя. Не надо валить все на свою семью и говорить, ой, меня так делать не будут, поэтому я так не буду делать. Вы знаете, я все равно все-таки борюсь. Например, муж пользуется жидким мылом, я нет. Из-за этого расход жидкого мыла у нас меньше, из-за этого мы реже его покупаем. Вот эти запаски, да, мешки такие, которые мы заправляем в свой дозатор мыла, мы реже покупаем, соответственно, мы меньше загрязняем природу вот этой вот упаковкой. Поэтому давайте каждый начнет с себя, а там может уже и семья потянется. Следующий момент, он, конечно, такой вообще очень спорный. Беспорный, им уже больше имеет отношение к минимализму, но все же скажу о нем. Каждый раз, когда ваша рука тянется в магазине какого-то китайского хлама, дешевых чехлов для телефонов или магазинов дешевых с фиксированными ценами, там типа фикс прайс, там за границей доллар прайс и так далее, за каким-то хламом, который, в принципе, сломается, долго вам не прослужит, и без которого, в общем-то, можно обойтись, подумайте, действительно ли вам нужно это покупать. Может быть, без чего-то можно обойтись в пользу нашей природы. Я, например, отказалась от всех вот этих каких-то спонтанных покупок, от многочисленных чехлов на телефоны, от каких-то брелочков, от каких-то там кошелечков, еще чего-то. То есть, если я что-то покупаю, я, как правило, покупаю сразу хорошее, что мне служит очень много лет. Да, исключение — это праздники, исключение — это Новый год. На моем канале в том числе много видео с покупками к Новому году, декора и всего. Но то, что я покупала, то, что я показывала в своих видео, это все прослужит мне много лет. Я ничего не выбрасываю. Любой декор, который куплен мной, он весь складывается после праздников, в специальные контейнеры, и все это хранится, каждый год достается, с трепетом, с любовью снова украшает наш дом. На сегодня все. Спасибо вам за внимание. Я буду безумно рада, если я кого-то вдохновлю на этот путь. Давайте беречь нашу планету, она у нас одна. Всем хюге. Пока. Субтитры подогнал «Симон»